За прошлый год в сфере здравоохранения проделана колоссальная работа в самых различных направлениях. Открыты больницы, амбулатории и отделения. С таких слов начинает выступление заместитель председателя правительства республики. Мухарбех Дикажев также подчеркнул, что в Минздраве должны уделять самое пристальное внимание повышению квалификации врачей, здоровья, нации важнее всего. А это зависит именно от компетентности наших медиков. Вот это результат того, что республика и глава республики, и Мухарбех Мухарбехович очень много внимания для того, чтобы материально-техническая база нашего здравоохранения, она совершенствовалась, скреплывалась, и, конечно, за счет этого у нас качество обслуживания нашего населения, медицинское обслуживание населения заметно улучшалось. Мария Марабханова отметила, что 2016 год выдался для всего коллектива Минздрава насыщенным и плодотворным защитом от силенства и детства, выявлением и профилактикой различных тяжелых заболеваний, и, конечно же, повышение качества и доступности медпомощи. Это и есть основные приоритеты в развитии регионального здравоохранения. В 2016 году введены в эксплуатацию следующие объекты здравоохранения. Здание Назрановской городской больницы на три стакла из поликлиники на 100 посещений и смену построено в рамках федеральной целевой программы ИГУ России. Республиканский эндокринологический диспансер на 150 посещений и смену в городе Магаз построено в рамках федеральной социальной программы социально-экономической развития Республики Нигушетия в 2010-2016 годах. В Малгобегское районное отделение противотуберкулезного диспансера на 50 посещений и смену. Здание Викажевской врачебной амбулатории на 100 посещений и смену. Открыто отделение нейрохирургии и структуре Республиканской клинической больницы. Зарешено строительство и планируется ввод в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек, детской больницы на лечке коек и онкологического диспансера на 100 коек. За совершенствование медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями отвечает региональный сосудистый центр. На базе РКБ внедрена система мобильной телемедицины. Увеличилось число тромболизистов и высокотехнологичных вмешательств на сосудах. За 2016 год в рамках реализации программы по снижению смертности от новообразований удалось снизить число летальных исходов от онкозаболеваний и одним из значимых факторов, сыгравших важную роль в этом направлении, является новый онкодиспансер. Вместе с ним проводятся эффективные мероприятия по учению специалистов родоспоможения детства на местах специалистами выездных бригад федеральных учебно-образовательных центров. За отчетный период прошли обучение более 120 специалистов родоспоможения детства, в том числе первичной реанимационной помощи новорожденным более 86 специалистов. Введение в эксплуатацию перинатального центра и детской больницы позволит нам качественно и улучшить оказание медицинской помощи детям, беременным и роженицам. В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи решались задачи внедрения в практику работы новых эффективных медицинских методик. Повышение уровня квалификации кадров, сохранение финансовых средств ОМС в регионе, а также доступность уменьшения очередей и приближения помощи по наиболее востребованному профилю. На базе Ниндусской республиканской клинической больницы и противоотрубленного диспансера оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по четырем видам. Это нейрохирургия, травматология, ортопедия, таракайна и сердечно-сосудистая хирургия. Как отметила Мария Марабханова, особое внимание в регионе уделяют еще и развитию оказания медицинской помощи сельскому населению. Так, в 2016 году в дневных стационарах развернуто 225 коек для больных. Скорая и неотложная помощь в республике представлена тремя станциями и двумя отделениями скорой медпомощи, оснащенными всей необходимой техникой. Кстати, в прошлом году в рамках реализации федеральной целевой программы получено 13 новых карет скорой помощи, в том числе один реанимобиль. И одно из важных профилактических мероприятий Минздрава – это диспансеризация, которая проводится уже несколько лет подряд. В республике Ингушетия в 2016 году она проведена в полном объеме, в том числе прибывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А также профилактические осмотры несовершеннолетних установленных в порядке. Работа за год проделана колоссальная, продолжил беседу помощник-советник главы. Зураб Маршан также отметил и некоторые недочеты, а именно, поднял вопрос морально-эстетического воспитания и отношения младшего и среднего персонала к больным. Я всегда об этом говорю, когда вижу, когда бываю в районах. Мне хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось со стороны руководителей лечебных учреждений. Вот это я работа с коллективом по вопросам этики диапазона. В свою очередь, депутат Народного собрания и председатель профильного комитета Ильяс Богатырев отметил, что за последнее время число подобных жалоб на обмед персонал, поступавших к нему в комитет заметно снизилось. Правда, это все равно не показатель. А завершилась коллегия на приятной ноте. Почетными грамотами отметили лучших главврачей городских и районах больниц. Идер Манкиева, Адам Далаков, Новости 24.